Карагандинец объявил голодовку. Таким образом, осужденный пытается доказать свою невиновность. Год назад, во время конфликта на штрафстоянке, Сергей Степанов в целях самозащиты несколько раз выстрелил из газового пистолета. Суд признал его не только виновным, но и опасным рецидивистом. Переговорил к пяти годам лишения свободы. Напомним, инцидент произошел 4 июня прошлого года. Дмитрий Черненко и его друг Сергей Степанов пошли забрать свою машину с бесплатной штрафстоянки, которая там находилась более 10 дней. Как отмечает супруга Сергея, рабочие стоянки вместо того, чтобы отдать машину, потребовали у них денег. Это и стало основной причиной конфликта. В ходе драки в целях защитить себя и своего друга Сергей несколько раз выстрелил из газового пистолета, которое здоровью жизни человека не угрожает. ОБУ ГАИ разрешила забрать машину, дала чек на разрешение забрать машину. А весь инцидент произошел из того, что стоянчики взимали деньги. Когда мой супруг пришел, сказал, у меня есть закон на руках от прокурора самого Плеханова, он все законы учит, он знает все. Ему сказали, выкини свой закон, оплати вот такую-то сумму и тогда заберешь машину. Конечно, он начал из-за этого с ними конфликтовать. Сильно в этой истории пострадал Дмитрий Черненко. Семейная пара несколько месяцев не отходила от зданий вышестоящих инстанций. Все напрасно. Местные полицейские в возбуждении уголовного дела отказали. Был избит мой супруг, именно стоянчиками. По этому делу нам отказали в уголовном деле, в возбуждении уголовного дела. Пришел отказной материал. Сергея Степанова приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, 29-летнего карагандинца суд признал опасным рецидивистом. Беременная женщина рассказывает, что сотрудники отдела центральной полиции за положительные решения проблемы запросили 50 тысяч тенге. Когда он тоже начали суды, его судили на пять лет, где мы писали все жалобы, все, что мы писали, нам во всем отказали. Жертва несправедливости пытается доказать свою невиновность, объявив голодовку. Мать Сергея, Валентина Степанова, уверяет, что без еды ее сын сидит уже четвертый день. Дело оставили абсолютно без изменений, несмотря на то, что сын подавал очень много ходатайств. Он писал, он просил о помощи, крик помощи, но его никто не услышал. И в дело, как нужно, к делу никто не подошел. Просто-напросто сфабриковали и обвинили во всем одного его. Хотя сами потерпевшие говорят, что после того, как произошел этот инцидент, была большая прокурорская проверка. И после чего им запретили брать деньги, и вот появилась вот эта вывеска, что стоянка является бесплатной. А вот в департаменте уголовно-исполнительной системы такой факт не зарегистрирован. Как обычно, от комментариев сотрудники департамента отказались. Апелляционную и кассационную жалобы Степанова служители Фемиды решили оставить без изменений. Теперь надежда на Верховный суд, говорит защитник Сергея Степанова Алексей Кочкарев. Несмотря на все наши доводы, полного объективного рассмотрения дела мы не получили. Суд поверхностно не дал оценки всем доказательствам, показаниям всех свидетелей, в том числе с нашей стороны, и оставил приговор в силе. Рашид Марат Культенов, Первый Карагандинский.